Впереди камера на 90 Калиновск слева остался город Телефонов тоже зависит Там же свои приемы Так мы эту развязку проезжаем Дальше мы по этой трассе не ездили ни разу Мы в Тимашевск на этой развязке Назад заезжали в Тимашевск В Астраханистей Через Тимашевск проезжали Краюшком города А вот туда прямо мы ни разу не ездили Это наверное на Услабинск идет Первый раз в этой трассе едем Также на Краснодар можно попасть А напрямиком в Краснодар приведет Это будем их лучше Первый раз Тимашевск проезжали в Тимашевске Тимашевск проезжали в Тимашевске Тимашевск проезжали в Тимашевске Тимашевск проезжали в Тимашевске Чего то с работы тебя нетуel звонят Чего то скучно аж Да что вы думаете? Чуть вас забыли за тем. Самой позвонить. Всем. А мы едем по такие. А мы едем по такие. Сады. Что-то есть там на дирекциях? Да. Слушай, а зачем там внутри еще эти полосы все? Какие полосы? Ну вот. А там нам и подвязывают их. Веточки. В кучечку. А это виноградники что-нибудь не пойму. Или что-то зарушил. Потому что деревцы такие. Ну такое-то я хотел автобусы. Лед. Знаешь какая это? Чего? 5 литров расход у него. А ты чего? Дизель. Ну дизель сейчас дороже чем бензин получается. Раньше он вообще копейки был. Дороже наверное может как 95 стоит. Не знаю. Что я не обращал внимания. Я слышал ребята говорят что дизель дорогой. А так расход 5 литров. 5-6 литров. Внутри места там можно эту комнату сделать. Приехал в Адыгею. Или брался туда. Впереди камера на 90. Кроватки там. Кухонька там. Нет. Не хочу как люди. Хочу как люди. Внутри места. Да. А ну чё как звери. Нет. Люди. Вы звери. Это как фильм называется? Господа в господа в господа в господа. Господа в господа. Да. Как называется фильм? Раболюбия. Раболюбия. А актриса кто? Соловей. Соловей? Да. Разбойник? Нету. 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 Там этот же Игра Николков, да? Нету. 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 А вообще чё к нему не знаю. Нету. У меня там радио нахрапет. Господа в господа в господа. Это когда они там застрелили кого-нибудь? Вы знаешь, я его целиком никогда не видел. Я не могу спать. Она на трамвае ехала. Что-то да. Вот эта консорта какая-то. И я целиком никогда не видела. Он бежал за трамваем? Не знаю. Он прыгал, в него стрельнули попали. Вот она там что-то его обняла. Не знаю. Может с другим каким-то ещё крутым фильмом? По-моему с братом. А тут с братом. Ну это да. Такая сцена там есть. А тут тоже может такое же не станут. Так. Ну нам 27 километров аж. Прямо-прямо-прямо всё время. Вот тут сады, наверное, планируют сажать. А обнаружено. Какая-то ничего нет. Мне вчера не думали, что мы купили. У меня не купили. Вообще нет. Ну ты молодец вообще. Я скажу. Оперативно всё провернуло так. Выжав из меня все суки, конечно. Да ну там просто нет. Это просто как бед. На одном дыхании так. Вот приехали так вздохнув. Вот ещё не выдохнув. Сейчас вот доедем. Я выдохну. Ещё дверь покрасила. Ну это уже мелочь. Я думаю. Можно приехать и вот это сделать уже уже. За навесочками хорошо что-то найти. какие-нибудь там. Да, ещё к мамину комнатку. Может я оставлю всё-таки эту краску розовенькую? Да, оставлю. И это. Может мы её под эмурсъёмкой так. Под эмурсъёмкой по извёстке можно её покрасить? Или всё-таки извёстку как-нибудь смыть? Размывать. Размывать, да? Ну тоже можно как-то взяться. Да, да, только. Это целое дело. Там можно всю эту её мебель принуть, и она ещё раз валится по ней. Да, это можно аккуратно шить. А так мебель этой серванты шить. Это шкаф вот этот. Шкаф с червлёной, сервант с червлёной ещё. Вот и диван с червлёной. Кроватик такой. А что самое главное? Это пумбочка под телевизором. Потому что это вообще с моего детства само. И вот сколько я себя помню, столько и тумбочку идут помню. Вообще старая. А были у нас ещё старинные эти шкафчики. Всё там оставили. Это ещё баба Дара, которую я ей вообще в глаза не видел. Представь. Это ещё у бабы Дары самодельные шкафы. Кто тебе? А баба Дара? Блин. Это папе. Это по папиной линии. Слушай, как я не знаю свою эту лотословную. И мама же мне рассказывала. Слушай, а Дара это Дарья? Ну, Дарья наверно. Теперь иди камера на 50. Ух ты. Вообще я хочу тебе сказать. Нет, надо всё записать. Потому что по-другому ты вообще ничего не занимаешься. А баба Дара? Баба Дара. Блин. А она сестра может бабе Ксении была или... Нет, я даже сейчас... А баба Ксении это папина мама, да? А баба Ксении это папина мама, да? А что эти туда поехали? Я сюда еду. Может мне тоже надо переструиться? Переструюсь. А вон там стоит он. А, варите. А я тоже вообще своих родственников никого не знаю. Хотя родственников очень много. Что, например, у папы, у его отца несколько братьев было. Представляешь? Сколько там папины двоюродных, двоюродных детей, тётки. И сколько у них там детей. Пол Александровки, наверное, все родственники. Они вообще даже не знают. А что с Александровки? А это, ну, это... В Казахстане? Какой-то папа родом. Да. С Казахстана? Да. Слушай, а как они там в Казахстане очутились вообще? Ну, я знаю. Как это? Ссылали, что ли? Не знаю. Ну, твоя бабушка полячка, да? Да. По маминой линии? Да. Мамина мама, да? Да. Может, ссылали там? Это да. Ну, ничего не буду. Я же рассказываю. Да я уже блюд. Теперь иди, камера. Мне 90. Тут и дело, что ты мне рассказываешь, а я потом ничего не помню. Да ты мне, по-моему, ее рассказывал. Ты за нее рассказывал, что она... Ты 10 раз уже рассказывал. А так, а что ты их рассказывал? Где-то получается... Сейчас скажу. Мамина бабушка была замужем. Зовут поляком. Он был дворянин. И он был это... Нет, нет. Она уже за их сыном. Значит, получается, маминой бабушкой. С свеком. Со свекровью. Это я не понимаю. Ну, родителям. С свеком. Какие эти красивые палаты. Ух ты! Смотри, как красиво это. Да лотосы, что ли? Да. Да. Смотри, красота какая. Цветут. Цветут еще, да? Да. Монастырь. Вот это, да. А какая это? Монастырь. Уже мало их осталось. Ну, вообще-то очень плохо. Они скоро заморозят эту речку. Да? Да. Ну, может оставили вот этот участок? Да. Да. Они же как раз только узнанесены, их нельзя выбирать. Ну, хаживать за ними же надо как-то там контролировать их рост. Да. Да. Востановская. Да. Ну, получается, Амин и прадедушка, вот, Амин прадедушка, он был участник восстания польского против России. И его сослали сюда, в Казахстан. Вот тогда же сослали. Да. Это восстание 1850-х каких-то годов. Что-то читала тоже раньше. Вот. А он такой был достаточно из богатой семьи, там что-то такое. И у них была любовь с какой-то там тоже очень такой, не последней девушкой. И они тайно обвенчались. И ее родители были вообще в шоке. И вот она за ним приехала сюда в сына. У нее были там горничные, там все дела. Амин. Вот они. А это... Она по-русски разговаривает. Как русски говорила. Вот. У них был сын. И сын женился на простой крестьянке. Вот на маминой бабушке вот это получается. У нее была очень длинная... Откруть чуть-чуть окошко и выкину муравля. А тут медленно забудем. Вот. У нее была очень большая, толстая, коса. Длинная. И она с вами очень такая красивая. Вот. И все. Мама. А это бабушка. Мамина бабушка. Мамина бабушка. Мамина бабушка. А я прабабушка. Получается. А мамина мама. Мама. Чем мы? Твоей мамы мама. Мама тоже полячка. У нее девичья фамилия вот была Дубровская. А. Я ее девичью-то не знаю. Похоже она Пшиморская. А. А девичья Дубровская. Дубровская. Да. Дубровская. Это вот получается этого прапрадедушки фамилия Дубровский. Спокойно машина Дубровский. Ха-ха. Ха-ха. Вот. А дедушка. Мамин папа. Он тоже поляк. И там наверное полно было этих поляков. После этих всех цельных всяких мероприятий. Его фамилия была Пшигорский. И у мамин девичья фамилия Пшигорская. И ее отразнили Пшигора. И папа с ее так Пшигора. Ха-ха. Платная дорога там пошла. Плак. 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 Вот этот дедушка Пшигорский. Я даже, бедный, умер в 46-ом году. Где я так и не пила, по-моему. Был участник в войне, не знаю. Но он был ветеринар. И в 46-ом году его бык забодал в живот. И он умер. Представляешь. Да, интересно. А сейчас даже вообще спросить. Никто ничего не знает о том. Чего как-то жили не знаем вообще. В детстве, ты знаешь, родители особо ничего не рассказывали. А не интересно нам было? Тоже верно. Вообще не интересно. Да. Что, как там? А разговоры-то там что-то были? Наверное. Не очень, если честно. Вот мне сейчас, ну и не сейчас, и до этого раньше, уже сколько лет. Было бы интересно вот за папиных там, дедушку, да? Что он о них знал? Как он с ними там общался, да? Вот вообще. Точно так же, как и ты. Тоже ему будет интересно. Вот поэтому я тебе тоже все время говорю. Тут идти, там что-то помнишь. Володя. Им тоже это все сейчас вообще нафиг не интересно. У них своя жизнь. Большая такая, юная там. Туда, сюда, друзья, туда. Все впереди. А тут ты с какими-то там своими дедушками, бабушками, древностями. И вообще нафиг не надо. Не от того, что они такие плохие, чем папа. Вот такой закон жизни. Вот такой закон жизнь. Армении яйца с ним. Вот такой, скажем, он разлый. Он подогнал. Затем перемешивать его. Вот такой закон. Кто, что он не хотел. Вот какой-то. Он не был. bareк. Расстралия это. У меня, он был. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И по дыхней песне спишь Субтитры сделал DimaTorzok И по дыхней песне спишь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот тут сидишь и еще обзор есть, а вот тут прям туда вообще что-то видать. Жанна в море уже залога, может и тут навык. Но я покупался бы. Ты бы покупался, а я бы что делала бы. Тоже купалась? Нет, я бы сейчас не залезла. А я тебя затолкала. Вот тебе. Что переживала? Затолкала, и купалась. Вспомни, как большой Крымский каньон. Помнишь, у тебя судорога схватила? Ну ты же залезла потом, окунулась. Она ледяная вода. Там вообще просто ледяная вода. Просто ледяная. Горная ледяная вода вообще. У меня потом ногу, понимаешь, какая-то больная. Такое ощущение, что тебе разрезают. Да ты чё? Знаешь, как больно вообще. И причем ты не можешь ничего сделать. Ты ее скинаешь, я не знаю, куда-то. Как-то с этого не загнуть ничего и сделать ничего не можешь, пока она не пройдется. И так, если обморачиваю, выкладываю». У next Продолжение следует... 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 Желтая полоса, что значит у тебя? Временная Ну временная, а что она вообще? Чего что? Остановка, стоянка запрещена Чего это не обозначает? Или просто это обочина? Просто обочина просто Хотя нету Остановка Остановка запрещена Или стоянка Остановка запрещена Остановка запрещена Знаешь, он прям уже пытается Недавно вообще он это все Что-то же было, да? Билеты уже есть Есть вот такая есть Впереди камера на 70 Играет Здавна Играет Места Продолжение следует... 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 Продолжение следует...